Иностранные инвесторы после расширения санкций со стороны США начали выходить из российского государственного долга. С начала апреля 2018 года нерезиденты продали облигации федерального займа ОЭЗа на сумму около 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает Реоторс со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой. После того как в апреле нерезиденты выходили из ОЭЗа из-за санкций, нерезиденты продолжали в мае продавать ОЭЗа тоже, на фоне общей тенденции выхода из активов развивающихся рынков, сказала она. По ее словам, доля нерезидентов ОЭЗа с 1 апреля упала с 34,5% до 31%. Юдаева добавила, что после того, как иностранные инвесторы начали продавать ОЭЗы, Банк России не докупал их в Свой портфель по данным регулятора, пик продаж ОЭЗа иностранными инвесторами пришелся на 9 и 10 апреля, тогда вложения нерезидентов в российский госдолг сократились на 24,4 миллиарда и 27,9 миллиарда рублей соответственно. В Банке России отметили, что такие значения являются абсолютным рекордом, США 6 апреля ввели новые санкции в отношении российских бизнесменов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. Под них, в частности, попали Игорь Ротенберг, Олег Дерипаско, Виктор Виксельберг и Сулейман Керимов. Новые ограничения в апреле привели к обрушению российского фондового рынка и курса рубля, однако падение национальной валюты затем прервалось на фоне роста цен на нефть Brent. Ее стоимость продолжила расти и в середине мая впервые с 25 ноября 2014 года преодолела отметку в 80 долларов. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.